На канале Артен программа «Американский акцент». Меня зовут Артем Андросов. Добрый вечер. Начнем выпуск сообщения из Миннеаполиса. Там накануне произошла ожесточенная стрельба, в результате которой два человека погибли, а еще восемь получили ранения. Об этом сообщила городская полиция. Как отметили местные СМИ, стрельба произошла возле одного из ночных клубов в центре города. По словам официального представителя полиции Джона Элдера, стрельба очевидно произошла из-за того, что двое мужчин из толпы вступили в перепалку, достали пистолеты и стали стрелять друг в друга. Когда на место происшествия прибыла полиция, множество людей лежало на земле и повсюду наблюдался исключительный хаос. Как позже подтвердила полиция в Твиттере, оба погибших были мужчинами. Среди восьмерых раненых один человек находится в тяжелом состоянии, а жизни остальных ничто не угрожает. Полиция также заявила, что в настоящий момент порядок на месте происшествия в ближайших районах полностью восстановлено, однако не уточнила при этом, задержаны ли подозреваемые. 25 мая исполняется ровно год с момента гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате применения силы полицейским Дереком Шовеном. По сообщениям СМИ, в последнее время в Миннеаполисе участились случаи стрельбы. Вот, например, 17 мая в автомобиле была застрелена шестилетняя девочка. А вечером 21 мая на одной из автозаправочных станций в городе под обстрел попали двое мужчин, в результате чего оба они скончались. Экстренная эвакуация объявлена в Калифорнии из-за лесных пожаров. Стихия в штате бушует уже шестые сутки, огонь распространяется стремительно. Только за последние 24 часа выжжено свыше 500 гектаров земли в пригороде Лос-Анджелеса. Тысячи жителей вынуждены покидать свои дома, к тушению пожара подключилась авиация. Однако борьбу с огнем затрудняют сильный ветер и множество сухой травы среди причин возгорания называют умышленный поджог. Сейчас идет расследование. Пожар начался около 10 вечера, и он был вызван двумя факторами. Во-первых, топографией. Огонь идет в гору и горит намного быстрее в гору. И еще его толкает в бок порывистый южный ветер. Ну и возвращаемся к политическим новостям этой недели. К нам присоединяется журналист из Нью-Йорка Алекс Якубсон. Алекс, добрый день. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, зрители. Ну, во-первых, что происходит с республиканской партией? Президент Джо Байден сказал, что мини-революция происходит сейчас у республиканцев. Как ты себе это видишь? Ну, я даже не знаю, мини ли это революция, потому что это достаточно такой серьезный масштабный процесс. Это изгнание, как это видится мне, остатков того, что когда-то, еще не так давно, 5-10 лет назад, было республиканским мейнстримом. Это очень серьезная революция, потому что, вот тут, знаешь, можно поговорить вообще о таком термине, как Райну, Republican and Name Only, потому что обычно вот против таких людей, как Лиз Чейни, которая сейчас потеряла место лидера кокуса республиканского, как Мит Ромни, который формально все еще республиканец, но его освистывают в собственном штате, где он когда-то был губернатором, а, извиняюсь, губернатором он был в Массачусетсе, но Ром, ну, как бы Юта, это его родной штат, и его там избрали в сенатор, и теперь его освистывают. Вот обычно против таких людей, которые считаются такими вот лакированными, элитными представителями, да, вот мейнстрима политического, обычно против них употреблялся термин Райну. А если так подумать, этот термин гораздо с большим основанием можно было бы применить как раз к таким людям, как тот же Дональд Трамп, как Тайкер Карлсон, как Тед Круз и же с ними, потому что эти люди отказываются от многих положений, от многих ценностей, которые традиционно лет 50-60, как минимум, были базовыми для республиканской партии. Свободная торговля, активная внешняя политика, наследие еще, скажем, там того же президента Линкольна по вот борьбе против дискриминации, там, расовой и всякой прочей, против бесправия, да. Сейчас республиканская партия превращается фактически в партию белых супрематистов. То есть такой подъем переворотом, то, что когда-то было скорее делом демократов 100-150 лет назад. Вот, я бы не сказал, что это мини-революция, это, в общем-то, макси-революция, это более серьезно, чем консервативная революция Ньюта Гингриджа 94-го года. И, честно говоря, для меня эта революция довольно печальное явление. Ты знаешь, вчера, когда я готовился к этой теме, то услышал такое мнение. Я решил не звать человека, который высказал это мнение в эфир нашей программы, потому что нас смотрят люди-сторонники Дональда Трампа, да, и я думаю, что точно плохо встретили бы. Но мнение такое, Дональд Трамп за 4 года разрушил, или как минимум откинул нашу страну назад на несколько лет, и теперь то же самое он делает с республиканской партией, он ее как бы разрушает. Думаешь, ты согласен с этим? Я не знаю, можно ли сказать, что он отбросил нашу страну на 4 года назад, потому что в каких-то смыслах, наверное, и Барак Обама это сделал, в каких-то смыслах для некоторых людей Байден сейчас это делает, а некоторые считают, что Буш-младший, например, сделал то же самое, особенно если послушать свое время критиков слева. У Дональда Трампа были определенные какие-то достижения и показатели формальные в экономике, например, и, например, эти Абрамовые аккорды, ну, соглашения, то есть на Ближнем Востоке, правда, к сожалению, их эффект, похоже, продлился всего около полугода. Но что касается республиканской партии, понимаешь, с одной стороны происходит в республиканской партии, и вообще в том вот электорате, на который она обычно опирается, там вот преимущественно белый, преимущественно такой сельский или мелкогородской, преимущественно на юге, в центре страны, происходит некая такая консолидация, укрепление ядра вокруг вот этих трампистских, условно очень трампистских идей, потому что я считаю, что Дональд Трамп их не исповедует, он просто на них въехал во власть. Вот, и это можно считать как раз признаком усиления. Нет, партия консолидируется, и она вот выплевывает тех, кто не разделяет этот мейнстрим. Да, но, прошу прощения, я тебя перебью, но выплевывает она большое количество людей. Это мы можем говорить только Лис Чейни, на самом деле партия потеряла за последний год огромное количество людей. И это не говоря о том, что сейчас вновь разговоры про третью партию, которая, в общем-то, будет состоять из бывших республиканцев. Теоретически, возможно, так же, что и из демократов-центристов, потому что мы будем наблюдать очень пристально, что будет происходить с демократической партией, в которой происходит практически зеркальный процесс, когда консолидируется левое, ультралевое крыло, да, которое там против Израиля, которое говорит, что Америка плохая страна изначально, там российская и так далее. И теоретически, вполне возможно, что центр, бывший центр республиканцев и могущий скоро стать бывшим центр демократов сольются. Тогда третья партия может стать реальностью. Но, понимаешь, вот смотри, с одной стороны, да, по недавнему опросу, по-моему, 22 только процента всего американцев себя ассоциируют с республиканской партией. Но в первые постбушевские годы было еще хуже. 20% ассоциировали себя с республиканцами, процентов 35 с демократами. Потом республиканцы совершили комбет. С одной стороны, республиканцы, да, потеряли президентство и потеряли большинство в Сенате, но они потеряли президентство в достаточно такой вот очень спорной манере, и до сих пор считают многие, что Байден якобы выиграл нечестно. Они потеряли большинство в Сенате в очень запутанной ситуации и буквально на микроскопические какие-то разрывы. Можно напомнить, что 30 из 50 штатов находятся губернаторские места в руках республиканцев. Примерно такое же, если не большее количество легислатур штатов находится в руках республиканцев. И это в основном с некоторыми исключениями. Недавно, скажем, губернатор Мэри Ленда выступал, сказал, что считает Трампа токсичным и для партии, и для страны. Но в основном это все-таки про-трамповские республиканцы. Может быть, не от хорошей жизни. Надо соблюдать какое-то хотя бы внешнее единство. Мы не знаем, что они думают на самом деле в каждой из этих голов про Трампа. Мы видели, что многие вполне себе клявшиеся в лояльности Трампа республиканцы, его, можно сказать, предали в решающий момент, потому что давно хотели его предать, потому что действительно устали от него. Идеи Трампа популярны. Сам Трамп не популярен, не так популярен. Было чье-то определение после выборов, я не помню, кто это сказал, что на выборах победила трамповская политика без Трампа. Многие ценности, там, не пускать нелегалов в страну, уходить оттуда, отсюда на мировой арене и так далее, там, за бизнес, против социализма якобы. Это выиграло. Но при этом люди проголосовали за Байдена, как за более такую меняемую стабильную фигуру. Я думаю, что здесь равнонаправленные тенденции. Что касается третьей партии, ты знаешь, я бы это приветствовал. И говорят о том, что лист Чейни может выдвинуться в президенты. Я не удивлюсь, если Митро мне снова выдвинется. От этой партии? Что? От этой партии, от третьей? Да. Но вот здесь интересный момент, смотри. Получается, на этой неделе была статистика, 30% республиканцев готовы уйти из республиканской партии в новую партию. Если не секрет, откуда эта статистика? Ты знаешь, это не подтверждено. Это какая-то в интернете я увидел, честно говоря, не подтвержденная. Потому что я вижу как раз вопросом, что около 80% республиканцев за Трампа горой. Ну, посмотрим. Окей, то есть это 80%. Хорошо, даже если 80% остается в республиканской партии, 20% готовы потенциально перейти в новую партию. Это большой процент, надо сказать, для республиканской партии. Потеря 20% это огромная потеря. Но, получается, что кто эти люди? Это те люди, которые против Трампа? Это те люди, которые не согласны с Трампом и согласны с лист Чейни, которые за ней пойдут? Кто эти люди? И какая вообще идея этого всего? Ну, понимаешь, я не могу об этом говорить, потому что я пока не встречался ни с кем из людей, которые, возможно, будут создавать эту партию или за нее голосовать. Но, ну, я думаю, что это могут быть очень разные люди. Это вот, понимаешь, вот этот конгломерат, ведь обе американские партии, это большие зонтики, под которыми живут огромное количество порой очень отличающихся внутри одной партии течений и контингентов, в том числе и демографических, и возрастных, и экономических, каких угодно. Это могут быть и люди, скажем, относительно образованные и при этом с более открытым мировоззрением, не настолько, как бы, знаешь, вот таким кандово, как бы, не пускать чужаков, да, как бы, наоборот. Люди обычно, чем более образованные и обеспеченные, тем они более мягко относятся к миру, и в том числе к чужой беде. То есть вот те вот самые пригороды, всяких городов, типа там Атланты, которые голосовали в этот раз за Байдена, скрипя сердце голосовали. Наверное, такие люди, понимаешь? Я хотел сказать такую вещь, как так называемый неоконсерватор, я бы создание партии, которая бы была, с одной стороны, открыта к чаяниям, скажем, молодежи, чаяниям более бедной и цветной части страны, а с другой стороны, была бы сторонницей и принципиальной внешней политики, и традиционных ценностей семейных, оружейных, каких угодно, которая выступала бы, говорила бы, да, мы будем исправлять проблемы в нашем обществе, но мы не будем потакать тем, кто жгут американский флаг и порочит страну, и говорит, что Америка никогда не была великая и не будет. Но вот ты имеешь в виду, что-то должно быть среднее, получается, между демократами. Да, да, понимаешь, но, конечно, надо выработать. Но тогда не смешаются ли вот эти все взгляды, если там это будет третья партия, которая будет вот просто смешением республиканцев и демократов? Ну, я бы не обязательно так сказал, потому что я только что вот как бы попытался очень вкратце определить какую-то такую вот позитивную платформу. Просто я хочу сказать такую вещь. В свое время самого Трампа очень, как бы, надо признать, чистили в хвост и в гриву, требовали от него такой вот как бы просто клятву верности республиканской партии, что если он проиграет праймерис, что он не будет отдельно выдвигаться, не будет создавать свою партию и так далее. Вот требовали от него максимальной лояльности к партии. Приходится признать, что нужно проявить некоторое лицемерие и сейчас сказать, что если эти люди, как бы, части республиканской партии уйдет, то она со своей стороны, вот те же люди, которые от Трампа требовали остаться верному, в любом случае, своей партии, они эту верность сохранять не будут. Но бывают иногда такие ситуации в жизни, в том числе в политике, когда он не сходил в хвост. Ну, на самом деле, и Дональд Трамп-то менял несколько раз партию, переходил из демократической. Да, но когда он говорил еще не так давно, 7-8 лет назад в интервью, что он во многих вещах ближе к демократам, и это так и есть. Он любит раздавать слонов, почище любого демократа. Но, понимаешь, иногда приходится проявить и переступить в том числе и какие-то неписанные правила, иногда приходится проявить лицемерие, и вот от Трампа требовали лояльности, а мы лояльности Трампу и Трамповской республиканской партии соблюдать не будем. Ну, в конце концов, никто ничего не требовал, и люди имеют право создавать свою партию. Единственное, что исторически пока что попытки третьих кандидатов и третьей партии, они не увенчивались с успехом. Ну, всегда есть на выборах другие партии, просто они не доходят даже до телевизионных дебатов, потому что маленький процент слишком. Ну, либертарианцы иногда прорываются, но есть большой вопрос, единая ли это партия. Росперо пытался создать партию реформ, она побултыхалась, немножко там побила лапками и почила в базе. Вот. То есть история не на стороне, но, знаешь, как бы, закономерности могут работать только до определенного момента. А сейчас, возможно, исторический момент такой, что запрос на третью партию очень даже должен быть. Ну, а не считаешь ли ты, что это связано с тем, что были проблемы молодежи войти в республиканскую партию? Вспомни, мы все выборы, всю президентскую кампанию обсуждали о том, что республиканцы не работают с молодежью. Очень мало молодежи было в поддержке. Они и с цветными, как бы, общинами не очень работают. И с интернетом. Потому что все клеили демократов за то, что они постоянно публикуют там в ютубе, в ютубе, в ютубе. По дефолту считается, что про трамповских порталов, сайтов, изданий. И если все предыдущие годы, особенно начиная где-то с кампании восьмого года, считалось, что демократы правят интернетом, сейчас у меня такого впечатления нет. Что касается молодежи. У демократов, у республиканцев есть некоторые достаточно молодые и политики. И, понимаешь, вопрос еще, к какой молодежи они апеллируют. Может, они не очень апеллируют к молодежи такой вот студенческой. Хотя на кампусах тоже есть определенное, знаешь, как бы уже такое пока глухое, но брожение против либерального господства. Но они к молодежи апеллируют, скажем, опять же, преимущественно в белых мелких городах, на селе и так далее. Они работают с несколько другой молодежи. Но я в свое время, когда еще был более-менее манстримным республиканцем, конечно, хотел, чтобы республиканцы лучше работали с теми контингентами, с которыми они обычно не дорабатывали. Потому что, конечно, не хочется видеть молодежь американскую, не жгущий американский флаг, не гуляющий по Капитолию с флагом конфедератским. И, может быть, третья партия могла бы здесь, опять же, представить какую-то более позитивную для американской молодежи повестку. Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашу время, присоединился к нам сегодня. Алекс Якубсон, журналист из Нью-Йорка, был с нами на связи. Всего хорошего. Ну вот во второй части программы как раз обратимся к истории партии в США, но это сразу после рекламы.